Добрый день, уважаемые коллеги! Мой доклад изначально был посвящен ядерной ответственности при транспортировании ядерных материалов, но в связи с печальными событиями в Японии я коснусь также и вопросов ядерной ответственности в результате аварии на АЭС Фокусима. Законодательство об использовании атомной энергии вообще в очень небольшой части подверглось международной унификации. И одна из тех областей, которые как раз унифицированы, по которым приняты международные конвенции и договоры, это ответственность за ядерный ущерб. Но как это ни парадоксально, эта часть законодательства остается по-прежнему наиболее противоречивой. Законодательство об ответственности за любой ущерб обычно регулируется в каждой стране нормами гражданского или деликтного права. Но целый ряд стран приняли у себя специальное законодательство об ответственности за ядерный ущерб. Либо путем принятия национальных законов, либо путем присоединения к международным конвенциям и договорам. Чем это законодательство о ядерной ответственности отличается от общих норм деликтного права? В том случае, если специальное законодательство существует, то у нас будет определенность в ответе на ряд вопросов. А именно, кто отвечает в случае ядерного инцидента, в каком размере, какие гарантии существуют в отношении компенсации пострадавшим лицам, а в какой суд мы можем обращаться для того, чтобы получить компенсацию. В том случае, если специальное законодательство принято, как правило, ответственность несет исключительно оператор ядерной установки. И независимо от того, чьими действиями в действительности причинен ущерб. Ответственность оператора, как правило, ограничена определенным пределом. При этом оператор обязан либо страховать, либо поддерживать иное финансовое обеспечение от своей ответственности. А государства стремятся к тому, чтобы все иски по данному вопросу рассматривались в одном суде. И существует крайне ограниченный перечень оснований, когда оператор может ограничить свою ответственность. В частности, не служит основанием освобождения от ответственности форс-мажор. Эти нормы были выработаны международным сообществом и представляют собой баланс интересов между потенциальными жертвами ядерного инцидента и участниками атомной промышленности и энергетики. Есть страны, которые развивают у себя атомную энергетику. Например, Вьетнам, Иран. Они не присоединились к никаким международным конвенциям и не приняли у себя национального законодательства, специального законодательства о ядерной ответственности. Есть страны, такие крупные игроки атомного рынка, как Соединенные Штаты, Япония, Китай и Индия. Они не присоединились к международным конвенциям, но они приняли у себя национальное законодательство, которое в общих чертах основано на тех специальных принципах, о которых я раньше говорила. Целый ряд стран присоединились к международным конвенциям, но это не означает, что в отношениях между этими странами достигнута унификация, потому что страны присоединились либо к разным конвенциям, либо к разным редакциям одной и той же конвенции, либо они в своем национальном законодательстве воспользовались правом установить определенные особенности. И как Вы видите на карте, есть большое количество стран, отмеченных здесь белым цветом, в которых никакого специального законодательства в отношении ядерной ответственности пока не принято. Но, как я сказала, даже если страны идут по пути принятия специального законодательства, или даже принимают у себя международные конвенции, к сожалению, некого единого правового регулирования в международном масштабе еще не достигнуто. Здесь Вы видите пределы ядерной ответственности, установленные в законодательстве различных стран ЕС. А именно, в каждом национальном законодательстве, стран, большинство из которых присоединилось к международным конвенциям, установлен определенный предел ядерной ответственности. Этот предел колеблется от 7 миллионов долларов США, например, в Италии, до 438 миллионов долларов. А также есть страны, в которых ответственность оператора не ограничена каким-либо пределом, например, в Германии, в Австрии и в Швеции. И эта ситуация имеет место в Европейском Союзе, то есть в межгосударственном образовании, которое наиболее далеко продвинулось по пути международной интеграции. Это лишь один пример того, насколько еще далеко международное сообщество от унификации правового регулирования ядерной ответственности. На практике проблемы возникают, как правило, в двух случаях. Проблемы в связи с отсутствием унификации. Они возникают либо в случае транспортирования ядерных материалов, если транспортировка проходит по территории нескольких стран, либо в случае ядерного инцидента на ядерной установке, если имеет место трансграничный вред. Рассмотрим случай транспортирования ядерных материалов. Допустим, ядерный материал производится в Российской Федерации, обогащенный урановой продуктой, и в дальнейшем транспортируется потребителю в Японию. Материал транспортируется по территории Российской Федерации до порта Санкт-Петербург. Далее транспортируется морским транспортом до одного из заводов по фабрикации в Европе или в Соединенных Штатах. Для примера мы возьмем завод по фабрикации в Великобритании. Далее он транспортируется либо в обход Африки до порта Токио, либо через территорию Соединенных Штатов, также до порта Токио, и далее по территории Японии. На отрезке транспортирования по территории Российской Федерации ответственность будет нести российский оператор. Россия присоединилась к Венской конвенции, которая позволяет государству установить предел ответственности за ядерный ущерб. Но этот предел должен быть установлен национальным законодательством страны. Так как в России не принято пока закон об ответственности за ядерный ущерб, то ответственность оператора в Российской Федерации не имеет ограничения предела. И также государство несет субсидиарную ответственность без ограничения предела. Далее на втором отрезке материал транспортируется от порта Санкт-Петербург до одного из портов Великобритании. На этой отрезке наиболее очевидны проблемы, возникающие в связи с отсутствием мунификации. Потому что ответственность там будут нести и российский, и английский оператор. При этом они оба обязаны страховать свою ответственность и не могут в контракте между собой установить иной момент перехода ответственности. Это происходит в силу следующего. Российская Федерация присоединилась к Венской конвенции. В соответствии с ее нормами российский оператор будет нести ответственность до портовыгрузки. Великобритания присоединилась к Парижской конвенции и присоединилась к совместному протоколу, объединяющему нормы Венской и Парижской конвенции. Но к совместному протоколу не присоединилась Россия. Таким образом, для английского оператора Россия – это страна, не участница конвенции. И по нормам Парижской конвенции оператор будет нести ответственность с момента выхода судна из территориальных вод Российской Федерации. Таким образом, на отрезке с момента выхода судна из территориальных вод Российской Федерации до портовыгрузки в английском порту ответственность будут нести оба оператора. При этом ответственность российского оператора без ограничения предела, ответственность английского оператора ограничена пределом 140 млн фунтов стерлингов в соответствии с национальным законодательством Великобритании. Далее до порта Токио ответственность будет нести по нормам Парижской конвенции английский оператор и по территории Японии ответственность будет нести японский оператор. В Японии нет ограничения предела ответственности, но есть ограничения размера обязательного страхования и этот размер ограничен суммой 1,5 млрд долларов. Давайте теперь посмотрим, что может произойти в случае, если в результате ядерного инцидента причинен трансграничный вред. Япония имеет национальное законодательство об ответственности за ядерный ущерб. В соответствии с этим законодательством ответственность несет исключительно оператор ядерной установки, то есть компания ТЭПКО. Ее ответственность не имеет ограничения. У нее есть предел обязательного страхования ответственности, это 1,5 млрд долларов. И государство несет субсидиарную ответственность в рамках этого предела. В то же время, среди оснований освобождения от ответственности по японскому законодательству, есть такое основание, как стихийное бедствие чрезвычайного характера. В этом случае мы не знаем, как будут японские суды относиться к возникшей ситуации. Возможно, следующие варианты. События 11 марта не будут признаны стихийным бедствием чрезвычайного характера, и ответственность ТЭПКО будет наступать по специальным нормам законодательства о ядерной ответственности. Либо же это событие будет признано стихийным бедствием чрезвычайного характера, и тогда будет признано, что оператор не отвечает за возникший вред. В этой ситуации могут применяться общие нормы деликтного законодательства. А это означает, что у нас не действует норма об исключительной ответственности только оператора ядерной установки. И иски гипотетически могут предъявляться к иным лицам, в чьих действиях могут усматриваться, кто может быть признан виновным в этой аварии. Например, иски могут предъявляться к проектировщику атомной станции, к подрядчику строительства атомной станции, к поставщику комплектующих на эту атомную станцию и к достаточно широкому кругу лиц. Страны, которые соседствуют с Японией, они также не обязаны руководствоваться не японским законодательством, естественно, об ответственности за ядерный ущерб. И так как они и Япония не являются участниками одной и той же конвенции, у них нет никаких ограничений в отношении того, кому и в каком размере предъявлять претензии. Соответственно, они абсолютно свободны в вопросе о том, какое виновное лицо они могут привлекать к ответственности и в какой суд они могут подавать иски. Таким образом, у нас может возникнуть ситуация, когда иски будут поданы в несколько судов и рассматриваться будут по законодательству различных стран. И эти иски могут предъявляться не только к ТЭПКО, но и гипотетически к иному кругу лиц. Эта схема обнародована правительством Японии и иллюстрирует планы в отношении того, как будут осуществляться компенсации пострадавшим. Но эта схема еще требует одобрения японского парламента. Схема предполагает, что будет создана новая организация, которая будет финансироваться за счет обязательных взносов всех операторов атомных станций. Также в эту новую организацию поступят государственные средства. Эта организация будет выкупать привилегированные акции ТЭПКО, таким образом обеспечивать поступление средств в ТЭПКО. И после этого ТЭПКО будет на протяжении ряда лет, более 10 лет, рассчитываться за эти средства. И за счет этих средств будет осуществляться как ликвидация последствий аварии, так и выплаты пострадавшим лицам. Планируется, что правительство определит размеры выплат пострадавшим в зависимости от категории пострадавших лиц. А если они не согласны с размером выплат, они могут обратиться в суд. Но, как я уже сказала, существует целый ряд открытых правовых вопросов, на которые мы пока не можем дать ответы. И только время покажет, как именно на эти вопросы будут отвечать суды Японии. Эту схему правительство Японии предполагает использовать не только для случая Фокусима, но и для компенсации возможных будущих ядерных инцидентов. Авария на Чернобыльской станции была стимулом для развития законодательства в ответственности за ядерный ущерб. Были дополнены и Венская, и Парижская конвенции, были увеличены пределы возмещаемого вреда, было уточнено понятие вреда, введено понятие трансграничного вреда, определено, как именно он возмещается. По всей видимости, конечно же, авария на Фокусиме будет стимулом для дальнейшего развития законодательства об ответственности за ядерный ущерб. Учитывая, что точных цифр на сегодняшний день еще нет, но последствия этой аварии оцениваются в десятки миллиардов долларов. Как ликвидация самой аварии, так и размеры возможных компенсационных выплат. В этой ситуации становится очевидным, что никакие действующие инструменты компенсации ущерба не могут быть достаточными, потому что по действующим международным конвенциям пределы ответственности около 300 миллионов евро, по не вступившим в силу конвенциям пределы ответственности около полутора миллиардов долларов. И совершенно очевидно, что этих сумм не может быть достаточно для компенсации потенциального вреда. И по всей видимости, только те инструменты, которые будут связаны с привлечением средств одновременно пула энергокомпаний, то есть нескольких энергокомпаний, и с привлечением средств нескольких государств, только такие инструменты могут, наверное, быть способными аккумулировать достаточное количество средств. Среди существующих сегодня инструментов это Брюссельская конвенция, которая дополняет Парижскую конвенцию, это не вступившая в силу конвенция о дополнительном возмещении, это система, которая действует в Соединенных Штатах, закон Прайса Андерсона, и это система, которая сейчас создается в Японии. Также, наверное, нам следует сделать вывод, что и в интересах атомной промышленности, и в интересах потенциальных жертв это дальнейшее продвижение по пути международной унификации в области ядерной ответственности. И с точки зрения Российской Федерации, наверное, первыми шагами в этой области должно стать принятие закона об ответственности за ядерный ущерб и присоединение к совместному протоколу Венской и Парижской конвенции. Вопросы? Сейчас вам дадут микрофон, а то наши коллеги из других стран не смогут вас понять. Добрый день, Талеров Кирилл. Подскажите, пожалуйста, вы сказали о субсидиарной ответственности государства. Как она проявляется и на основании каких норм? Например, насколько я понимаю, наши атомные станции, они принадлежат Росэнергоатому. Эта компания, в свою очередь, принадлежит Росатому. А вот где здесь государство? Россия присоединилась к Венской конвенции в редакции 1963 года. Нормами этой конвенции предусмотрено, что государство несет ответственность в том случае, если оператор ядерной установки не способен компенсировать возникший ущерб. Если финансовое обеспечение, которое имеет оператор, недостаточно для компенсации ущерба, в этом случае ущерб по нормам международного права должен быть компенсирован государством. Какой конкретно механизм? Видимо, будут практические меры, которые будут в результате дадут возможность осуществить выплаты, будут какие-то аналогичные японским схемам. Большое спасибо за интересный доклад. Существует проблема в практике, связанная с тем, что не все случаи рисков, связанных с ядерным инцидентом, покрываются конвенциями. В частности, применительно к риску на площадке возникает масса вопросов в практике и в процессе реализации проектов. Вопрос следующий. Как, на Ваш взгляд, какие механизмы позволяют минимизировать риск ядерной ответственности на площадке за ущерб, частности самой ядерной установки, поставщикам технологий и всем лицам, которые в цепочке, собственно, задействованы строительством этой станции? Какие механизмы, на Ваш взгляд, могли бы быть эффективными? Спасибо. Вы знаете, на мой взгляд, это только механизмы, заложенные в контрактах между заказчиком строительства станции или будущим собственником станции и поставщиками, и субпоставщиками. Наверное, в случае сооружения станции за рубежом могло бы быть целесообразным отражение этих вопросов и в международных договорах. Но действительно, я с Вами согласна, что существующие международные конвенции, они не регулируют вопросы возмещения вреда на площадке и не могут быть применены в данном случае. Большое спасибо за интересный доклад. Вы упомянули Винскую конвенцию об ответственности за ядерный ущерб 1963 года. Там есть одна такая любопытная статья, которая привязывает размер минимального предела ответственности к стоимости золота. Сейчас есть прогнозы об увеличении стоимости золота более чем 2000 долларов за одну тройскую унцию. И в этом плане, в порядке разработки мер по унификации ответственности, может быть целесообразно перейти к основному коммерческому продукту, а именно электроэнергии, и отойти от золота. Я понимаю, что нам просто задан сегодня режим некого мозгового штурма, но может быть мировая атомная отрасль, если мы можем говорить о ней как о едином целом, может быть в этом заинтересована или и обосновать это перед обществом. Спасибо. На этот вопрос трудно отвечать юристу, как и на все вопросы, связанные с цифрами и с математикой. Наверное, здесь речь идет о том, что не только для ситуации с возмещением ядерного вреда, но и в принципе в международном правом регулировании любых абсолютно вопросов государства ищут какой-то всеобщий эквивалент. На момент принятия Венской конвенции это был доллар по золотому паритету, но, насколько я помню, уже в следующей редакции Венской конвенции 1997 года от этого отказались, и там размер привязан к специальным правам заимствования, а в более поздней редакции Парижской конвенции, насколько я помню, это привязано к евро. Поэтому действительно человечество ищет наиболее адекватный способ отражения инфляционных тенденций, изменения стоимости, и делает это не только в ядерной сфере. Но пока еще не было предложения о привязке этого к стоимости электроэнергии. Продолжение следует...